6 декабря очередной сход граждан прошел в Натырбовском сельском поселении. На сходе присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, руководители различных организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, жители села. На повестке дня было 6 вопросов. Традиционно с докладом о проделанной работе за 2016 год сход открыла глава поселения Наталья Косицына. Была проведена большая работа, много было проблем, но благодаря крестному сотрудничеству МВД Кашхабльский район, в нашей администрации, добровольного общества «Заря», все проблемы решались. На сегодняшний день в детском саду, в школе, есть газ, ведутся работы по подключению частных подворий. После подключения всех домовладений к газопроводу, это, вероятнее всего, будет весна, будет дальше вестись большая работа по ремонту и оцепке гравинных дорог в хуторе Казнобоженском. О следующих наших работах. Проделаны грейденные работы и оцепка гравинной песчаной смесью по следующим улицам. Улица Калинина – 1,2 км. Улица Кирова – 1,2 км. Улица Пионецкая – 1,6 км. Улица Октябрьская – 1 км. Улица Колхозная – 2,6 км. Окраина дороги, ведущая кладбище – 500 метров. Улица Пушкина – 1 км. На охуторе Казнобоженском установлена искусственная неровность и дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход. Регулярно проводятся электромонтажные работы, замена углом уличного освещения. Изготовлена проектно-зместная документация и проведены две новые линии уличного освещения. В Северной-Дырбово по улице Советской и в Торекознобоженском по улице Гагарина. Неоднократным обращением и администрации Кашкабльского района, и нашей администрации, поселения, в Управлении автомобильных дорог Республики Адыгея, Адыгея-Автодор, на футоре Казнобоженском, на автодороге регионального значения были установлены приборы уличного освещения. Основная деятельность администрации поселения направлена на работу с населением для приведения на ближайшее санитарное состояние территорий, организации, учреждений, домовладений, независимо от их форм собственности. Регулярно в сельском поселении проводятся субботники с участием руководителей, работников, организаций, учреждений. В весенне-летний период уделяется особое внимание стоящим вопросам. Санитарная уборка территории, приведение в порядок памятных и мемориальных мест, побелка обрезка кустарников, выкашивание сурной карантинной растительности, очистка и побелка полезащитных насаждений и толь федеральной трассы, уборка территория плавиша. Постоянно проводится уборка несанкционированных свалок, которые образуют сами жители села. Ощущается контроль за техническим и санитарным состоянием на детской площадке. Работу по санитарной очистке территории необходимо вести постоянно. Конечно, можно проводить субботники каждую неделю, каждый день, но основной, самой главной задачей остается непонимание и безразличие некоторых жителей нашего поселения. В результате мы имеем образование свалок, неухоженные заросшие домовладения, не прилегающие к ним территории, не единичный случай размещения жителями на улицах строительного бытового мусора, деревья в сене, соломы, причем их хранение осуществляется длительные годы. К сожалению, есть ли у нас такие хозяева. Хотелось бы обратить особое внимание некоторых руководителей и просто жителей села Надыбово. Постоянно следите за своими прилегающими территориями и не жидите замечательно со стороны администрации. Целек контроля за соблюдением правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории при администрации сельского поселения создана административная комиссия, в состав которой входит 5 человек, а также 4 уполномоченных должностных лица по составлению протоколов об административных правонарушениях. За 11 месяцев 2016 года проведено 4 заседания комиссии и рассмотрено 54 протокола, вынесены 53 предупреждения и административные штрафы. Давайте совместно проводить эту работу с активной частью населения. Эта работа должна явить активное продолжение, чтобы в нем участвовало все население, от мала до велика. Мы, если неблагодарны всем жителям, кому небезразличен облик нашего села, кто старается подвескать чистоту и порядок возле своих домовладений. Благодаря организациям и учреждениям главного гостерства фермерских хозяйств были очищены побегные полезащитные насаждения вдоль региональной трассы, общей протяженностью 12 километров. В преддверии памятных мероприятий проводятся субботники по укорке территории кладбища. Эту работу, как обычно, проводят организации учреждения и поселения. Очень хочется, чтобы эти субботники проводили сообща всем населением вместе. Ведь кладбище – это место памяти для каждого из нас. Еженедельно силами администрации осуществляется сбор и вывоз кратопытовых отходов. Программа о многодетной семье на выделении земельных участков по программе «Многодетные семьи». Многодетные семьи являются семьи, имеющие трех и более детей. Администрация между участками и уже оформленная с катастрофным планом дает вам участки под строительство домовладения. Рядом проходит газ, рядом проходит свет. Поэтому многодетные семьи, приходите в администрацию и получайте эти участки. В заключении Наталья Владимировна ознакомила присутствующих с планами на будущее. Проведение ремонтных работ крыши Дома культуры и установку пожарной сигнализации в актовом зале Дома культуры села Натурбова. Проведение центрального доглада по работам. Продолжим мероприятие, связанное с ремонтом раввинных дорог и установкой прибора вручного освещения в селе Требового хуторе Казинобужорска. Произвести реконструкцию тротуарной дорожки по улице Миро-Газинского сада. Озеренить территорию детской площадки хутор Казинобужорского и парковую зону села Натурбова. Продолжение шипотной тротуар по улице Красной. Остается проблемой оформления земельных участков для временного хранения твердых бытовых отходов. Далее слово предоставили участковому Азамату Кушхову. Он довел до сведения присутствующих о сложившейся криминогенной обстановке в поселении и о проводимых профилактических мероприятиях. За издевшим период 2016 года в полиции зарегистрировано 72 обращения и заявления граждан. По каждому заявлению проводилась проверка в рамках действующего законодательства, по окончанию которой принимали соответствующие решения. Кроме того, на территории обслуживания зарегистрировано 53 преступления, которые ослеплены и переданы в суд, с обвинительным заключением и объявительным актом. В 45 уголовных дел, также в нераскрытой на территории остаются 5 преступлений, один из пропавших лично получил Мурдену Султановичу за счетный период раскрыто 16 преступлений. Проводя анализ причины уцлобий способствующих совершению преступлений, можно сделать вывод о том, что в данной проблеме неужажен остается социальный фактор. Отсутствие постоянного источника дохода за употребление спиртными напитками, зачастую именно это. Вследствие совместного взвода и употребления с спиртом совершаются преступления. Что касается краж и имущества, во многом мы сами способствуем совершению преступлений, оставляя без должного внимания свое имущество. В этой части есть недоработки в том, что не в полном объеме участковые полномочия не нужно обезопасить население. Во всех сельских поселениях существует проблема нарушения скоростного режима на дорогах. Первопричиной таких происшествий является, как же, бесконтрольной и вседозволенность, отсутствие и непосредственная близость сотрудников ТПС. Однако, предупреждаю вас, что такие факты выявляются и будут выявляться, нарушители будут привлекаться к ответственности. Кроме того, предупреждаю, что за повторное нарушение, а именно управление транспортным следствам, лицом лишенным права управления, в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время присмотрена уголовная ответственность. На территории обслуживания в настоящее время проживает 15 граждан, с которыми постоянно проводится правоактивная и разъяснительная работа, о недопустимости нарушений правил дорожного движения. За отчетный период к уголовной ответственности по ст. 264, часть 1, УК РФ за повторное употребление в состоянии опьянения было привлечено три жителя. Кроме того, проводится разъяснительная работа информационного характера с гражданами путем развешивания информационных республик и опубликования статей в газетах. С благодарностью к жителям села обратился отец Андрей. Хочется всех поблагодарить за внесенный клад в этом году строительства нашего храма, с вами общего, которое уже продолжается на протяжении пятилетского года. В этом году мы многое сделали внутри. Кто бывал в храме, видел, что благоукрашение продолжается. Хочется поблагодарить и выразить огромное благодарность за то, что остаетесь неравнодушны на протяжении всего этого года, потому что многие были поступления, даже маленькие группы. И тут мы были рады, потому что слаживаясь все вместе, мы продолжаем строительство. На данный момент нам пообещали депутаты АСЭД, пообещал выделить нам 450 квадратов плитки, которые для облагораживания территории храма. Атаман казачьего общества Кашхабльского района Николай Ступенко в свою очередь также выразил благодарность руководству района и поселения. Насельчане, братья, казаки и гости, я хочу поблагодарить администрацию Натальево-Спасельского поселения за понимание, за поддержку казачества. И пользуясь случаем, хочу вручить благодарность Хамирзу Завулову Скопеевичу за оказание помощи и всестороннюю поддержку в организации проведения междурегионального фестиваля казачьей культуры. Председатель междурегионального фестиваля казачьей культуры Атаман Маяковского отдела Александр Анатольевич Ленинов. По поводу гостификации в поселении слово взяла представитель хутора Казена Кужорский Людмила Кириленко. Как уже здесь говорилось, сегодня в этом году закончилась газификация хутора Казена Кужорский. Я вам скажу, когда баллотировался на пост главы Кашкабрского района Заура Скорбевич, он не обещал нам провести газ. Хотя мы ждали этого события более 20 лет, и каждые выборы нам кто-то обещал это, но обещание никогда не выполнялось. А он не обещал, но он исполнил это обязательство. Именно ему пришлось проводить нам газ и Наталье Владимировне. За это мы ему очень благодарны. Сегодня у нас уже в садике и в школе есть газ, очень тепло, дети раздетые. На сегодняшний день подключено 10 подворий, в том числе и мой двор. Поэтому я могу сказать, что это очень хорошо быть газом. Поэтому от жителей всего хутора хочу пожелать именно Заурому Аскорбевичу и Наталье Владимировне и всем, кто принимал участие в газофикации, здоровья, успеха в работе и всех земных благ. Следующим на повестке дня было выступление начальника межмуниципального отдела МВД России Кашкабльский Анзаура Гишева. Буквально вчера была задержана группа лиц сотрудниками отдела ездили по населенным пунктам, высматривали пожилых граждан пожилого возраста, которые проживают одни под предлогом скупки орехов у них и пытались совершать мошенничество. Значит, все прекрасно знают банки приколов сувать для того, для размена. И после этого, значит, комиссия решили нападение в Синевольном. Связали женщину, она пролежала два дня, ограбили ее, как бы, ну, лица мы установили, лица были жителей Краснодарского края. Но данные лица передвигались, долгое время въезжали. И на территорию, я знаю, Матырбовского сельского поселения, значит, под видом скупки орехов, значит, высматривали себе, так говоря, жертвы. Значит, попрошу быть поэтому бдительным. Если вы замечаете каких-либо подозрительных людей, то в обязательном порядке сообщать участковому полномоченному, в орган внутренних дел и записывать в машину данных граждан. По сложившейся традиции, сход граждан был завершен выступлением главы муниципального образования Кашхабский район Зауром Хамирзовым. Что хотелось бы сказать по Натырбовскому сельскому поселению. Ну, я традиционно начну с казенок Жорского. Да, наконец-то удалось его газифицировать. Это очень серьезный, я считаю, успех. Вот программа «Социальное развитие села», которая проводится в Российской Федерации, она в действии, вот его можно посмотреть. Газ пришел в пассионный пункт, школа газифицирована, садик газифицирован. В дальнейшем можно посмотреть замечательное освещение по центральной улице, которое сделано. Но по благоустройству хутора казенок Жорского это, естественно, еще не все. В следующем году планируется с силами и администрация сельского поселения, естественно, с нашей помощью персу, вот дороги нужно привести в соответствие. Я хотел бы выразить всем жителям села Натыбова большое благодарность за те мероприятия, те субботники, которые вы проводили весной по расчистке лесополос. Также в списке задач на 2017 год стоит установка противопожарной сигнализации в Доме культуры. Так как сельское поселение эти работы не осилит, администрация района и Совет народных депутатов возьмет на себя эту часть затрат. Натыбовский дом культуры и работники дома культуры я считаю, они одни из лучших не только в Кашхабрском районе, но и по всей республике ТГИ принимают самое активное участие во всех мероприятиях и только у нас в районе, но и по республике. И у них есть свое очень симпатичное творческое лицо, которое мне лично очень импонирует. Поэтому спасибо вам за вашу работу. В заключении схода граждан присутствующие смогли задать интересующие их вопросы гостям.